Вот эта схватка. Першин здесь выступал в более тяжелой весовой категории, но опять-таки оба спортсмена и Герасименко, и Мурат Гасиев, не всякого сомнения, хотели себя проявить. Спортсмены, они молодые, и схватка обещала получиться достаточно агрессивной. Но вот начало, во всяком случае, скоростное, и никто из спортсменов не останавливается. Попытка была со стороны Герасименко, выполнили бросок с колен, нет, не получается. Начал заниматься под руководством первого тренера Бекузарова и продолжает заниматься под руководством... Очень много перемещаются в начале этого поединка оба дзюдоиста. Но захваты срываются, захват сопернику взять не дает ни один. Герасименко, Дмитрий. Вот, есть возможность взять захват, нет, не получается. Посмотрите, опять движение. Только-только стал пытаться готовить бросок Мурат Гасиев. Как сразу Герасименко захватывает. Взбил, кстати, сейчас вот его уже за пассивность наказали. И так оценку Юко получает Гасиев. Начал заниматься под руководством Зайцева. Сейчас же тренируется под руководством Табакова. Пока мы бросков не видим. Разрушают скорее оба спортсмена. Какие-то заготовки соперника срывают захват и не позволяют подготовить бросок. Снова Герасименко идет вперед. Нет, неудачно. Берет двусторонний захват в низкой стойке. Вот сейчас боролся Гасиев. И на удержание, на удержание переходит Гасиев. Как здорово вот в этом эпизоде Герасименко оборонялся. Он пытался перевернуть соперника и не позволил, не позволил развить успех Мурату Гасиеву. Но началось, правда, все с ошибки дзюдоиста из Москвы, который Гасиев здорово воспользовался. Две минуты борьбы позади. Борьба очень быстрая, резкая. И очевидно, что спортсмены тратят много сил. Бросков мы пока не увидели. Хотя хорошая возможность была у Мурата Гасиева. Для того, чтобы с помощью удержания завоевать оценку. Герасименко сбивает захват. Чуть повыше он ростом. И как раз вот этим сейчас Гасиев воспользовался, пытался пройти в ноги. Нет, в ноги пройти не получилось сразу же. Так посмотрел Гасиев, можно ли что-то сделать с руками, дабы перейти на болевой прием. Нет, не получается. И снова арбитры поднимают соперника в стойку. В низкой стойке борются сейчас дзюдоисты. Видим, что такая стойка не устраивает как раз Герасименко. Пробую перейти на контратаку. Врачи здесь не потребуются. Оказалось Дмитрию, что нос ему разбили. Нет, подхват под одну ногу не выходит. И сразу же уходит Дмитрий в партер. Итогов соревнований. Чем на это отвечает Мурат Гасиев? Нет, он каждый раз, если есть возможность, так смотрит, пробует. Но видит, что защитные уже стойки соперника. И сделать здесь ничего невозможно. Снова в ногу проходит. А вот, кстати, проходит в ногу Гасиев достаточно успешно. И причем не всегда реагирует на такие стремительные движения его соперник. Минута 45 до окончания поединка. Знаете, даже странно, что при таком темпе пока всего лишь одна оценка Дэйтаюка. Активность Дмитрия Герасименко возрастает. Хорошее сейчас такое резкое было размашистое движение. Но броска не получилось. Снова берет захват Герасименко. Нет, не очень удачно. Пытался в прием сейчас войти Мурат Гасиев. Не получилось и не стал он уже с колен подниматься. Арбитры поднимают дзюдоистов в стойку и отправляют их на центр татами. До конца поединка одна минута. Ну и сейчас, видимо, будет Дмитрий рисковать. Ему уже ничего не остается. Понятно, что у Гасиева появятся возможности для контратак, в том числе и в борьбе лежа. Но и даже если не получается ничего в борьбе лежа, все равно пробует Гасиев поработать в партере. Хотя бы потому что время идет. 50 секунд. Опять в ноги проходит. Вот сейчас может получиться. Нет, не получается. Сперва казалось, что Дмитрий пропустит движение. Но он дважды уже нечто подобное выполнял Гасиев. И Герасименко, видимо, уже ждет вот таких проходов. Ну и сейчас разрывается все время схватка к вмешательству арбитров, которые поднимают раз за разом туда истов в стойку на центр татами. Односторонний захват Гасиева. Вот такая манера борьбы неудобна Дмитрию Герасименко. И снова они в партере. 28 секунд. Я напоминаю, что Мурат Гасиев пока ведет в счете, но всего лишь с преимуществом в одну оценку Юко. Да и то это результаты замечаний. Не результат, а результат. Герасименко. В мой взгляд, он все-таки пропускает соперника. Хорошо для него, что ничего из этого пока не выжил Мурат Гасиев. Ну что, вот 14 секунд. Если уж рисковать, то рисковать именно сейчас. Терять, в общем, уже совершенно нечего. Односторонний захват. Одна секунда. Все. На электронном табло времени не осталось. И мы поздравляем Мурата Гасиева. Еще один представитель Владикавказа выигрывает золотую награду. В очень упорной борьбе, в которой тяжело было однозначно назвать лучшего, победу одержал Мурат Гасиев. 22-летний спортсмен из Северной Осетии становится обладателем золотой медали. Что касается бронзы, то выиграл одну бронзовую медаль Виктор Семенов из Санкт-Петербурга. Вторая бронза досталась Камилю Магомедову, представителю Новосибирска. Серебро я напоминаю у Дмитрия Герасименко, у московского дзюдоиста. Ну а золото выигрывает Мурат Гасиев, весовая категория до 90 килограммов, представитель Владикавказа Северной Осетии. Итак, мы с вами посмотрели самые интересные и важные схватки первых двух дней соревнований. Чемпионат России в подзюдо, который, я напоминаю, проходил в столице Кабардино-Балкарии, в Нальчике.